Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. В этом уроке мы разберем 4 способа сказать много по-английски. Что русскому много, то англичанину many, much, a lot of или lots of. Будем разбираться, когда какой вариант использовать. Если вы еще не подписаны на наш канал, скорее подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами Кэт и вы смотрите Puzzle English. Поехали! Many, a lot of и lots of отличаются по трем критериям. Первый тип существительного, с которым используются исчисляемые или неисчисляемые. Второе это тип предложения. Утвердительное, отрицательное или вопросительное. И третье это стиль речи, официально деловой или разговорный. Начнем со слова much. Оно используется с неисчисляемыми существительными. Например, time, время. Не так давно у нас вышло видео о том, что такое исчисляемые и неисчисляемые существительные, и зачем их нужно знать, изучая английский язык. Если забыли, рекомендую посмотреть. Ссылочку оставлю в описании и вот тут в подсказках. Оба слова чаще всего встречаются в вопросительных и отрицательных предложениях. Например, Здесь немного людей. Ты слушаешь много музыки? Гораздо реже much и many используются в утверждениях. Происходит это обычно в официальной деловой речи. Например, во время публичных выступлений, в научных статьях и в новостях. Опасные токсины, недавно обнаруженные в еде, вызывают большое беспокойство. A lot of и lots of имеют то же значение, что many и much. Принципиальное отличие a lot of и lots of используется со всеми видами существительных. Летом у нас здесь бывает много дождей. Rain неисчисляемое существительное. A lot of и lots of свойственны разговорной речи. Lots of еще более неформальное выражение, чем a lot of. Вообще, если представить шкалу с градацией от официально-делового до разговорного стиля, то наши слова со значением много будут распределяться так. Many, much, a lot of, lots of. Many и much достаточно нейтральные слова. Но в научных и официально-деловых текстах отдается предпочтение именно им. Выражение a lot of менее нейтральное и более разговорное. А lots of приберегите для расслабленных, дружеских и домашних ситуаций. Но, одно большое но, как обычно бывает в английском языке. Какого стиля бы вы не придерживались, вопрос сколько всегда будет строиться с much или many. How many плюс исчисляемое существительное и how much плюс неисчисляемое существительное. How many people do you know here? Сколько людей ты здесь знаешь? Существительное people, люди, исчисляемое. Поэтому выбираем how many. How much milk do you need? Сколько молока тебе нужно? С неисчисляемым milk мы используем how much. Итак, давайте теперь быстренько резюмируем полученную инфу. Обратите внимание на экран. Вот так слова используются с разными видами существительных и в разных видах высказываний. Делайте скриншот, чтобы не потерять. А теперь давайте немного потренируемся. На экране будут появляться предложения с пробелом. Ваша задача понять, какое слово со значением много пропущено. Первое предложение. У меня много времени, чтобы принять это решение. Подумайте, какое слово пропущено. Давайте проверим. Предложение утвердительное, значит используется a lot of. Теоретически здесь могло бы быть и lot of. Второе предложение. Сколько у тебя денег? Давайте посмотрим видеофрагмент. Существительное money неисчисляемое. Поэтому между many и much, а в вопросе сколько используются только они, как мы помним, мы выбираем much. И последнее. Во время официального заявления звучит фраза. В будущем мы планируем провести много открытых форумов. Какой из вариантов много пропущен? И давайте проверим. В официальной речи гораздо чаще используется many или much. Существительное форум исчисляемое, поэтому героиня использует слово many. На этом урок подошел к концу. Напоминаю, для того, чтобы тренировать грамматику на нашем сайте, есть автоматизированный тренажер грамматики. Выполняйте задания на разные части речи, составляйте предложения и учите грамматику легко и непринужденно. Первые две недели занятий совершенно бесплатно. До встречи в Puzzle English!